Доброе утро всем тем, кто любит якутское кино и не только. Сегодня 6 сентября, ровно в 6 вечера, официально, торжественно, откроется 5-й Якутский международный кинофестиваль. В этом году 5-й юбилейный фестиваль. И я хочу представить нашего гостя, программного директора фестиваля, Алексея Медведева. Доброе утро. Доброе утро. Чем же будете радовать в этом году наших зрителей и членов жюри? Вы знаете, ну фестиваль действительно 5-й юбилейный, поэтому мы припасли несколько сюрпризов. Многие из них я сейчас раскрывать не буду, но скажу, что по количеству фильмов мы уже установили рекорд. У нас около 60 фильмов, представлено огромное количество стран, более 20 стран мира. Мы пытаемся второй год подряд делать фестиваль по-настоящему международным. То есть приглашаем фильмы не только из Якутии, не только из региона, не только из России, но и из самых далеких стран, о которых я, может быть, скажу подробнее, когда будем говорить о программе. Ну давайте посмотрим ролик нашего Якутского международного кинофестиваля. Открой мне новую картину мира, где в каждом кадре продолжение дня, в котором я встречаю на мгновение тот мир, где снова рядом ты и я. Пятый Якутский международный кинофестиваль. Ну, наверное, Алексей, мы не будем томить наших зрителей. Давайте сразу сделаем анонс программы предстоящего фестиваля. Вот что будет в течение пяти дней? Значит, прежде всего надо понимать, как устроен международный кинофестиваль. Главная программа, сердце фестиваля – это конкурс. В данном случае это конкурс игрового кино, состоящий из восьми картин. Второй конкурс – это конкурс документального кино, а также большое количество вне конкурсных программ. Уже в этом ролике, который вы только что посмотрели, вы могли увидеть фрагменты из таких хитов, которые, я уверен, будут пользоваться огромным спросом у публики. Это был фильм «Аритмия», который участвует у нас в конкурсе игрового кино, фильм Бориса Хлебникова. Это был замечательный прорыв российского кино, и у нас будет актер из этого фильма Сергей Носеткин, который встретится со зрителями. А второй фрагмент был из документальной потрясающей ленты «Охотница с волками», о маленькой девочке из Китая, из внутренней Монголии, которая занимается типично таким мужским делом, охотится с орлом и побеждает в каких-то невероятно важных соревнованиях. Вот эти фильмы – это одни из тех хитов, которые мы увидим в конкурсных программах. Сколько картин участвует в основном конкурсе в игровом кино и сколько в документальном? Значит, в общей сложности у нас 17 картин в двух конкурсах из 16 стран мира. Сколько же будет представлено якутских картин? Якутские картины есть и в том, и в другом конкурсе. Это фильм «Хранители тундры» Сарданы Барабановой, который представлен в документальном конкурсе. И две картины игровых. Это фильм «Кэрэл. Невидимая красота». И вторая картина – это «Костер на ветру». Картина уже известная. Премьера ее, как многие знают, состоялась на Пусанском международном кинофестивале. Много она уже показывалась где, но мы решили все равно включить ее в конкурс, потому что это действительно, наверное, лучшее достижение авторского якутского кино за минувший год. Но я хочу сказать нашим зрителям, что эпицентром событий станет вновь Саха-театр. Все показы будут проходить основные там и вход бесплатный. Также в других кинотеатрах будет. Также для самых маленьких представлена детская программа. Да, самое главное – приходите в Саха-театр, можете приходить в любое время. С утра, с 10 утра до 10 вечера вы наверняка найдете что-то для себя интересное. Потому что с утра, с 10 часов мы начинаем показы детской программы для детей. Это прежде всего немецкое кино, представленное у нас благодаря усилиям Гёте-института. И действительно в Европе есть такой феномен – детское и подростковое кино развивается. Его много показывают, на него ходят дети и подростки и смотрят с огромным удовольствием. У нас когда-то было такое кино. Сейчас специально для детей кино снимают очень мало. Поэтому вот этот дефицит мы хотим каким-то образом ликвидировать. Дневные сеансы посвящены конкурсной документальной программе. Вечерние 2-3 сеанса, обычно которые идут подряд в 5, в 7, в 9 или в 10 вечера. Последний сеанс – это конкурсные фильмы, конкурс игрового кино. Ну, еще раз напомню, что вход бесплатный. Программы фестиваля можете посмотреть на официальном сайте ekotfestfilm.ru либо в паблике в Инстаграме. Там вся программа выставлена. Также для любителей якутского кино стартовало в номинации «Приз зрительских симпатий» стартовало голосование. В 5 картин участвуют, которые вышли за последний год. Можете зайти в трех номинациях проголосовать за понравившийся вам фильм. Я хотел еще обязательно рассказать о такой важной части нашего фестиваля, как мастер-классы. Дело в том, что я уже упоминал про то, что мы действительно стараемся делать по-настоящему международный кинофестиваль. Поэтому у нас потрясающий председатель жюри. Это режиссер Сиро Герра. Это режиссер из Колумбии. И, возможно, он нашим зрителям уже немного знаком. Потому что в прошлом году его фильм «Объятие змея» получил награду за режиссуру якутского кинофестиваля. Но помимо этого «Объятие змея» выдвигался на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Так что фактически это вершина профессии. Но тем не менее Сиро Герра, несмотря на то, что он такой уже невероятно крутой и невероятно известный режиссер, согласился приехать к нам и вот у нас журить, оценивать фильмы, обсуждать кино со зрителями, со своими коллегами по жюри. И он также даст свой мастер-класс, расскажет о том, как режиссер общается с культурной традицией. Но о том, чьи же фильмы станут обладателями приза зрительской симпатии и также основного конкурса и документального кино завоют приз «Золотые снежные очки» мы узнаем только 10 сентября, в день закрытия кинофестиваля. А в течение пяти дней мы вам желаем смотреть хорошее кино и наслаждаться. Ну а я передаю слово моей коллеге Ларине. Спасибо, Алексей. Спасибо, Алексей.